Это «Весть утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами осадки в виде дождя. В горах с мокрым снегом. Ночью в отдельных районах сильным. Ветер восточный с переходом днем на западный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров. В горах порывы до 15-20 метров. С температурой воздуха ночью плюс 1-6, в горах минус 4-1, днем до плюс 10, и местами 0-5 градусов. В Черкесске временами дождь. Ветер восточный с переходом днем на западный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью плюс 3-5, днем плюс 8-10 градусов. Как часто на практике встречаются ситуации, когда человек ошибочно становится должником? И что нужно делать в таком случае? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джазаевой ответит инспектор отдела организации исполнительного производства, исполнительного розыска, реализации имущества должников УФССП по КЧР Зумрад Шайлиева. Доброе утро всем. Доброе утро, Зумрад. Доброе утро. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли сегодня к нам в гости. У нас такая серьезная тема сегодня, что касается должников. Скажите, как часто человек ошибочно становится должником в вашей системе? В настоящее время количество поступивших обращений в Федеральную службу степных приставов, ошибочно идентифицированных, уменьшилось на 90%. Положительная тенденция стала возможной благодаря Федеральному закону от 21.12.2021 года номер 417 внесения изменений в отдельный законодательный акт Рысской Федерации, который вступил в законную силу 20 июня 2022 года. Указанный закон решил проблему однозначной идентификации должников в рамках исполнительного производства. Указанный закон решил проблему однозначной идентификации должников в рамках исполнительного производства. В соответствии с законом, указанным в исполнительном документе, в исковом заявлении, в судебном приказе, в исполнительных документах указывается один из дополнительных идентификаторов. СНИЛС, ИНН, ОГРН, серия и номер документа удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения. То есть можно сказать, что проблема полностью решена? Ну, несмотря на столь положительную динамику в разрешении этого вопроса, случаи ошибочной идентификации все еще встречаются. Это связано с тем, что в исполнении имеются исполнительные производства, возбужденные на основании исполнительных документов, которые были возбуждены до вступления в законную силу данного закона. Ну, а что человеку нужно делать в такой ситуации? Полные тезки должников, на которых числится чужой долг, могут решить проблему с помощью сервиса интернет-приемной официального сайта Федеральной службы сутебных приставов, выбрав тему «Я двойник». Это новый вид обращений для граждан-двойников. Физическим лицам необходимо заполнить форму электронного обращения в сервисе интернет-приемная на рассмотрение обращения, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ отводится два дня. Обращение в день его поступления передается руководителю территориального органа для организации рассмотрения. Рассмотрение данного обращения проводится аппаратом управления территориального органа. Сотрудники аппарата незамедлительно обращаются к заявителю, к заявителю и запрашивают у него документы, позволяющие однозначно идентифицировать данные гражданина, копию паспорта, СНИЛС и ИНН. После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав исполнитель, ведущий данные исполнительного производства, незамедлительно снимает все ограничения, ранее наложенные на гражданина. В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организаций, из заработной платы или из любого другого дохода, который у него имеется, судебный пристав исполнитель принимает меры к возврату данных удержанных денежных средств. Ну что ж, я благодарю вас за такую нужную информацию, потому что очень многие люди действительно страдают от этой проблемы. Я желаю вам успехов в работе. Спасибо. На этом я прощаюсь с вами. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести» на Ногайском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы Ногайской редакции. А в 14.30 смотрите «Вести» с Муратом Джанкиозовым. Удачного продолжения дня и до встречи в эфире. Продолжение следует...